В Чувашии продолжает увеличиваться количество малых и средних предприятий. В рамках национального проекта к 2024 году субъектов МСП должно стать больше еще на 30%. Сегодня предприниматели республики поздравили с профессиональным праздником. Какую поддержку в регионе будут оказывать бизнесменам? Подробности в следующем материале. От тех, кто только начинает свое дело, до директоров заводов с многомиллионным оборотом. Каждый год в республике выбирают лучшие бизнес-проекты. Среди победителей предприятия с высоким инвестиционным потенциалом. Михаил Игнатьев вручил бизнесменам благодарности и памятные часы за многолетний труд. Главному инженеру одного из предприятий сегодня присвоили и звание заслуженного работника промышленности региона. Награды, стимул двигаться вперед. Только субъектов малого и среднего бизнеса в республике насчитывается более 47 тысяч. Это налоги в бюджеты, рабочие места. Создать комфортную среду предпринимателям – приоритетная задача правительства. Большого эффекта ожидают от господдержки сферы МСП. Для этого планируем увеличить число получателей государственной поддержки более чем в 6 раз. То есть обеспечить поддержку каждому четвертому субъекту малого и среднего бизнеса. В целях создания, в целях содействия реализации инвестпроектов запущен механизм льготного выкупа земельных участков. Напомним, указом главы Чувашской республики Михаилом Васильевичем Игнатьевым установлена цена покупки земельного участка в собственность размер 15% о кадастровой стоимости. Бизнесмены не должны становиться курьерами, которые бегают из одного места в другое. Для этого в столице региона откроется специализированный центр, где предпринимателям будут оказывать необходимые услуги. Расширяется сеть бизнес-окон муниципальных МФЦ, становятся доступными льготные займы. С каждым годом меры государственной поддержки, они росли и будут расти. Касаясь контрольно-отзорной деятельности, мы с участием прокурора, правоохранительных органов и тех служб, которые осуществляют администрирование, тоже обсуждаем все те вопросы, которые у вас есть. Глава региона обозначил и задачи для бизнеса. Необходимо наращивать объемы продаж за рубеж. Здесь на первый план выходит кооперация предприятий. Я данные еще раз посмотрел, справочные материалы. По прошлому году более чем 52 миллиона долларов продано продукции. В то же время хочу сказать, если сравнить динамику с 2017 годом, это с ростом почти более чем полтора раза. Это тоже очень важно. Точнее, это даже 58% получается рост. Вот те уже предприниматели, которые научились продавать эту продукцию, конечно, вокруг него надо объединяться, находить партнеров. Внимание! Бизнес обделен не будет. 2020-й в стране уже объявлен годом предпринимательства. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.